но самодостаточность это осознанность происходящего то есть когда человек жалуется ну или недоволен тем что с ним происходит то есть с одной стороны он не находит в себе гармонию другой стороны он предъявляет претензии происходящему то есть он не осознает что это для чего ему это дано то есть это и есть не самодостаточность когда человек станет более осознанным он начнет принимать свой путь все события которые с ним происходят начнет принимать спокойно к ним относиться и даже если если будут какие-то трудности он тоже будет их принимать и решать эти трудности и эти решения будут двигать его дальше и дальше он будет в этих трудностях совершенствоваться потому что если не будет трудностей человек не получает такого громадного опыта как в трудностях на самом деле поэтому трудности духовного человека укрепляют дух укрепляют сознание расширяют вас познание расширяют развивают его кругозор это для духовного человека для материального же человека он начинает страдать мучиться переживать недовольство вызывают у него негатив претензии к другим людям это не духовный человек так воспринимает значит соответственно данность свою поэтому самодостаточность это осознанность и принятие данности на самом деле у обычных людей же мнимая такая самодостаточность они можно сказать желают быть независимыми ни от чего ни от кого то есть них такое желание быть такой вот прям свободным человеком таким но быть свободным не означает не иметь потребность какой-то это человек хочет не иметь потребность но если человека с чем-то связали то есть далее какую-то потребность которую находится свыше дали ему или он как бы в ней сам находится то есть если он гармонично решает ситуацию значит он самодостаточен но если он пытается от нее отвязаться ну смотря как он пытается от нее отвязаться пытается отвязаться каким-то таким негативным путем то есть ему не нравится это пытается как бы ненавидеть из-за этого то есть негативно на негативном ключе он это воспринимает то есть это неправильный подход любая потребность может быть физиологическая психическая которая нуждается в проработке это не является не самодостаточностью это является лишь путем к совершенству но многие считают ошибочно что самодостаточный человек у него таких и нет проблем вообще он такой беспроблемный такой счастливый довольны и жизнью в плане внешних показателей то есть именно вот даже я бы сказал больше внешне показатели участка часто ошибочно принимается самодостаточность вот или скажем так через внешние люди пытаются создать себе идеал самодостаточности то есть они считают что внутри как вот человек самодостаточный то и внешне у него должно все быть как бы вот прям вот выстроена идеально это неправильно иначе не будет самого смысла совершенствования человек пришел на землю совершенствоваться и было бы глупо считать что на земле вот он такой весь такой довольный счастливый и все и больше ему ничего не надо совершенствоваться это вот ошибочный подход скажем так наоборот как говорят кого бог любит того он больше испытывает земля это путь познания то есть земля не является полноценным как вот таким миром где все так счастливо так все такие счастливые как говорится мир любит своих то есть на земле до эмоции все такое прочее человек познает радости и горести но через эти познания он обретает понятие понимания гармонии ценности различных но если человек хочет жить на земле счастлива это не значит что он самодостаточный он должен вечности быть самодостаточной то есть его устремленное сознание должно делать его самодостаточным они те какие-то временные обстоятельства которые ему даны это временное всего лишь обстоятельства которые через человек проходит через который и укрепляет свой дух вот свою волю совершенствуется в сознании то есть это путь познания но это не конечно и счет не конечно и отрезок чтобы считать что вот он тут должен быть таким внешне чтобы у него все было идеально и в здоровье там и в обстоятельствах жизненных это вот ошибка многих людей которые так считают самодостаточных трудности есть но важно как человек воспринимает то есть от восприятия этих трудностей зависит самодостаточность то есть один страдать будет в той же самой ситуации а другой страдать не будет той же самой ситуации это уровень степень осознанности человека осознанность и дает самодостаточность также если человека связали с какой-то семьей с какими-то обстоятельствами которые он должен решить то есть это его задание можно сказать свыше если он будет от этого отказываться он не выполнит просто свою миссию духовный же человек воспринимает свое окружение как некую миссию то есть он просто чувствует либо ему надо это выполнять либо не надо но есть разные вещи осознанности то есть есть личный интерес то есть когда человек не хочет что-то делать но это вы личный интерес может присутствовать можно сказать что это его естественная потребность вырваться из этого вот тут очень тонкая грань понять это личный интерес либо ему нужно из этого выйти найти способ тут нужно тут распознавать просто-напросто и ситуации в которой человек попадает это способ распознать познать то с чем он сталкивается по сути это способ распознала распознание жизни можно сказать ценности которые нужны не нужны ему и в то же время эти вещи они будут его совершенствовать по-любому то есть наверное самодостаточность является показателем удовлетворенности человека вот даже если у него есть некая зависимость мы так называемая потребность вот но у нас надо чувствовать себя в этом удовлетворенно скажем так осознавать эту потребность и соответственно тогда эта потребность станет удовлетворенностью